Вести Карачаева, Черкесия Черкесия усилит контроль над работой управляющих компаний. И республика вошла в топ-10 в рейтинге Минцифр России по созданию и введению официальных страниц в социальных сетях. Далее об этих и других темах подробнее. Выпуск начинаем с печальной новости. На 108 году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны почетного гражданина Черкеска Григория Овсенко. Григорий Павлович воевал в составе 102-го стрелкового полка, участвовал в форсировании Днепра, в освобождении Харькова и других городов нашей Родины, на благо которой он трудился и в послевоенное непростое время. Старший сержант Овсенко за боевые заслуги был награжден Орденом Отечественной войны второй степени и различными медалями. Свои искренние соболезнования родным и близким выразил руководитель региона Рашид Тимрезов, который отметил, что для всей Карачаевой Черкесии это невосполнимая потеря. Григорий Овсенко был и останется безоговорочным примером мужества, патриотизма и жизнестойкости. Светлая память Григорию Павловичу, вечная слава его великому подвигу, написал в своем телеграм-канале глава республики. Общественность Карачаевой Черкесии почтила память видного государственного и политического деятеля Назира Хапсерокова. Мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения Назира Хизировича, прошло в сквере имени Сергея Есенина на площадке перед его же памятником. В собрании приняли участие представители власти, общественных организаций, делегаций из городских округов и муниципальных районов республики, родственники и друзья Назира Хапсерокова. От имени главы республики выступил председатель регионального народного собрания Александр Иванов. Он отметил, что Назир Хизирович был человеком государственным, служение родному Отечеству было делом всей его жизни. Чуткий, отзывчивый человек, интернационалист, который многое делал для укрепления мира и единства между представителями разных национальностей. Для народов Кавказа Назир Хизирович Хапсероков был защитником национальных и государственных интересов, надежным, крепким плечом в решении самых непростых вопросов и задач. Назир Хизирович из тех людей, которыми гордятся, которых любят и уважают. В Карачаевске открыли памятник выдающемуся государственному общественно-политическому деятелю Карачаевой Черкесии, первому депутату Верховного Совета СССР, председателю облисполкома Карачаевской автономной области Магомету Чучаеву. Магомет Шаухалович, участник Великой Отечественной войны, принимал активное участие в возвращении карачаевского народа из мест депортации. Магомет Шаухалович был человеком, который до конца жизни любил свой народ и безмерно был предан своей родине. Правительство страны увеличит финансирование субъектов на реализацию проектов по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Помимо конкурса в рамках профильного федерального проекта по формированию комфортной городской среды, реализуются и другие мероприятия. Все они также направлены на решение задач, которые определил глава государства. Стоимость работ в российских субъектах, оплачиваемых за счет субсидий из федерального бюджета, может, конечно, существенно различаться в зависимости от территории. Но, к примеру, цены в Арктической зоне и Дальневосточном федеральном округе могут быть выше, но от численности населения ниже, чем в других регионах. Нужно выровнять условия предоставления такой поддержки, повысить минимальный порог этой субсидии, чтобы субъекты Российской Федерации получали на реализацию программ не менее 100 миллионов рублей. Прошу вас подготовить проект постановления об увеличении финансирования, ну и, конечно, контролировать, чтобы уже со следующего года регионы могли ориентироваться на более высокую поддержку со стороны федерального бюджета. Карачаева Черкесия вошла в топ-10 в рейтинге Минцифр России по созданию и введению официальных страниц в социальных сетях. Рейтинг показывает, насколько эффективно органы власти и организации в субъектах ведут соцсети и обеспечивают доступ к информации о своей деятельности. Рейтинг разработан совместно с автономной некоммерческой организацией «Диалог регионы». Он включает два блока показателей – по созданию и подтверждению официальных страниц и по качеству их введения. В Карачаево-Черкесии усилят контроль над работой управляющих компаний. В региональном министерстве строительства и ЖКХ состоялось совещание по вопросам повышения эффективности управления многоквартирными домами, качества предоставляемых ими услуг и возникающих проблем. Внимание было обращено на своевременную и качественную отработку жалоб и обращений граждан. Представители управляющих компаний озвучили вопросы, по которым наиболее часто поступают обращения от жильцов домов и пути их решения. Министр строительства и ЖКХ Республики Ренат Семенов выступил с инициативой создать на базе ведомства оперативный штаб по отработке жалоб, поступающих от населения. В состав рабочей группы вошли курирующие сотрудники Министерства строительства и ЖКХ, представители Управления государственного жилищного надзора Республики, Фонда капитального ремонта и управляющие компании Республики. Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам для мобилизованных добровольцев и контрактников, участвующих в специальной военной операции. Права на кредитные каникулы появятся также у членов семей мобилизованных, включая супругов и лиц, которые находятся у них на иждивении. Каникулы будут распространяться на кредиты, взятые до призыва. Подробности сообщила начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаево-Черкесии Залина Шевхожева. Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике сообщает, что исполнительные производства в отношении мобилизованных могут быть приостановлены. В соответствии с частью 2 статьи 40, если должник является участником боевых действий или признан по призыву в ряды вооруженных сил Российской Федерации, то исполнительные производства могут быть приостановлены полностью либо частично. Заявление о приостановлении исполнительного производства можно будет подать в пунктах военного комиссариата. Более того, близкий родственник может подать данное заявление при наличии своего паспорта, удостоверяющего личность в любом структурном подразделении. И это заявление судебным приставам исполнительным рассматривается в течение суток и принимается решение о приостановлении исполнительного производства полностью либо частично. Еще две партии дополнительного обмундирования, продовольствия и теплой одежды направлены нашим мобилизованным в рамках работы республиканского штаба по формированию централизованной дополнительной помощи участникам спецоперации. Работа по сбору дополнительного снаряжения не прекращается ни на один день. К деятельности региональных властей все активнее начинают подключаться предприниматели и меценаты, общественные и волонтерские организации и просто неравнодушные жители Карачаева Черкесии. Очередная партия гуманитарного груза направлена из Карачаева Черкесии военнослужащим участникам специальной военной операции на Украине. Десятки наименований продовольственных и непродовольственных товаров отправили нашим землякам. В акции, организованной общественным движением «Мы вместе» приняли участие неравнодушные жители и родственники мобилизованных. Большинство посылок имеют конкретного адресата и будут доставлены лично в руки военнослужащих 34-й бригады, укомплектованные из числа жителей Карачаева Черкесии. Об этом рассказала руководитель волонтерского штаба «Мы вместе» в Карачаево Черкесии Ася Хакерова. В социальных сетях мы такой клич кинули, что мы собираем помощь для наших мобилизованных. Понятно, что сейчас близится время к зиме. То есть это средства личной гигиены, теплая одежда, носки, балаклавы, нательное белье, термобелье. У нас есть люди, которые самостоятельно откликнулись, как физические лица приняли участие в этой акции, так и бизнес-сообщество подключилось. Это некоммерческие организации, естественно, органы власти оказали нам поддержку. Мы будем собирать все и отправлять. В Карачаево Черкесии будет создана специальная организация по развитию кадрового потенциала молодежи. Организация «Моя карьера» станет пространством социальных возможностей, под крышей которого объединятся заинтересованные в своем развитии молодые люди, социально ответственные организации и лучшие эксперты из разных отраслей, которые будут обучать новое поколение специалистов. Подробности сообщил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Следует отметить, что основная цель создания данной организации, данной структуры подведомственного учреждения министерства заключается в том, чтобы оказать содействие в профессиональном развитии, успешной самореализации молодежи Карачаево-Черкесской республики в профессиональной деятельности. В Карачаево-Черкесском университете имени Умара Алиева полным ходом идет ремонт корпуса естественно-географического факультета, построенного еще в 30-х годах прошлого века. Важной задачей, которая поставлена перед строителями – сохранить первоначальный облик старого здания. Корпус, по мнению студентов и педагогов, должен остаться узнаваемым и сохранить свою историческую внешность, комментирует информацию ректор университета Таусултан Узденов. Мы очень надеемся, что к концу года, это запланированный период, мы сможем сдать это здание и уже с нового неучебного, календарного года наши студенты и преподаватели будут работать уже в новых эстетически вдохновляющих условиях нового факультета. То, что делается, должно вписываться в естественную природную архитектуру. С другой стороны, студенчество – это шаг в будущее. Это молодежь, это трансформация. В то же время должно быть и модно соединить классику, традиции и желание идти вперед. В Народный фронт Карачаева-Черкесии обратились жители, которые сообщили о том, что у онкологического диспансера в республиканской столице нет крытой остановки. В случае осадков или ветра им негде укрыться, пока ждут свой транспорт. Еще большую актуальность эта проблема приобретает с наступлением холодов. Комментирует информацию член регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии Денис Струговцов. Народный фронт призвал власти города Черкеска обустроить у онкологического диспансера оборудованную по стандартам крытую остановку. Люди жалуются, что в дождь и ветер им приходится стоять на открытом пространстве. Онкодиспансер и поликлиника, которая находится рядом, активно посещаемые людьми места. Медицинские объекты работают уже не первый год. Несмотря на это, до сих пор не предусмотрена крытая остановка для людей. Люди стоят просто на тротуаре. Кроме отсутствия крытой остановки, существенным замечанием является то, что место остановки находится прямо на парковке частного транспорта, обозначенной разметкой. Люди вынуждены проходить через припаркованные автомобили к маршрутному транспорту, который останавливается на проезжей части. Народный фронт обратился с данным вопросом в мэрию города Черкеска. Остановку необходимо людям сделать, и мы будем добиваться ее обустройства. В станице Суворовской Ставропольского края прошло первенство региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Юность России» по боксу среди юниоров 16-17 лет. Нашу республику представлял Амин Алакаев весовой категории 54 килограмма. Амин провел три боя, во всех боях одержал уверенную победу и получил право выступать на всероссийских соревнованиях Кубок России, которые пройдут в ноябре в Санкт-Петербурге. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Днем в отдельных районах небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 7-12, в горах местами до плюс 6. Утром в горах местами на дорогах гололедица, в Черкесске днем слабый дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 11 градусов. Это все новости к этому часу, с ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. На правах рекламы Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2.96.58. Спешите узнать тайну пирата. Вниманию водителей и пассажиров, планирующих поездки в Крым и обратно. На сайте Министерства транспорта Российской Федерации в разделе «Деятельность» во вкладке «Об организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем» вы можете ознакомиться с вариантами передвижения между регионами. На странице собраны все альтернативные маршруты как для частных пассажиров легкового транспорта, так и для водителей большегрузов. В разделе можно узнать информацию о работе автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, выбрав удобный вариант передвижения. Подробности на сайте mintrans.gov.ru Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!